В одной из столичных клиник был организован мастер-класс с участием ведущих специалистов, профессоров, хирургов в области оториноларингологии из Турции и Кореи. Врачи также провели серию уникальных операций с применением самых современных технологий и методик. Тема продолжит Надира Закирова. Поступивший больной 1980 года рождения жаловался на постоянные головные боли, затруднения дыхания через нос. У него также развилось косоглазие. После тщательного медосмотра врачи ему поставили диагноз прорастания полипов в глазную орбиту. На самом деле это очень сложная и уникальная операция, которую впервые провели сегодня здесь в одной из столичных клиник с применением малоинвазивного эндоскопического метода. Специально для проведения этой операции был приглашен профессор из Турции. Мы приехали сюда, чтобы совместно с узбекскими коллегами провести операцию в высокой сложности. Конкретно об этом случае. То здесь у больного в глазной орбите появилось инородное тело. Пошло воспаление. Это и стало главной причиной косоглазия у пациента. Возникновение полипов в носовой полости. Сложность операции в том, что она проходит в два этапа. Сначала необходимо удалить полипы, а потом очистить гайморовые пазухи и глазную орбиту от гноя. При этом не задевая глазную артерию. Тонкая и ювелирная работа. Операцию проводится эндоскопическим путем. Обязательно навигационным гидом и лазерной плазменной аппаратурой. Малоинвазивная, высокоэффективная. И в постоперационный период реабилитационный переход легко проходит. По статистике, патология лорорганов считается одним из самых распространенных заболеваний. В данном направлении уже имеются определенные успехи. Сегодня врачи от ареноларингологи занимаются не только гайморитом, средематитом и искривленными носовыми перегородками. Но благодаря достижению микрохирургии и внедрению новых эндоскопических методик применения лазера и других видов физического воздействия, это направление медицины тесно переплетается с нейрохирургией и пластической хирургией. В наших клиниках специалисты работают на подобном оборудовании. В целях повышения квалификации и применения самых передовых методик в работе были организованы мастер-классы, в ходе которых отечественные врачи, узкие специалисты в формате онлайн могли наблюдать за ходом операции. А вот и первый пациент, который пришел в себя после успешной операции. В этот же день состоялась еще одна операция по удалению грыжи позвоночника. По словам медиков, это единственный способ, который избавит пациента от сильных болей, а иногда и тяжелейших осложнений, которые приводят к параличу конечностей и дисфункции органов малого таза. Данную операцию проводил ведущий специалист из Кореи с помощью спинального эндоскопа. Я здесь для того, чтобы обменяться опытом с узбекскими коллегами по новейшей технике в хирургии позвоночника. В прошлом году, в ноябре месяце, президент Узбекистана был с визитом в Корее, после чего отношения между нашими странами вышли в совсем на другой уровень, и сфера здравоохранения не стала исключением. Я надеюсь, что научный обмен между нами и, в частности, в эндоскопической хирургии будут развиваться. Думаю, что в скором будущем Узбекистан станет центром хирургии позвоночника во всем регионе. По словам организаторов, работа в формате обмена опытом будет и дальше продолжаться, так как прогресс в данной области не стоит на месте. Будут внедряться не только новые методики лечения диагностики, но и современные технологии. Ведь главная задача врачей – это оказание качественных медицинских услуг. Продолжение следует...